По её щекам не переставая текут слёзы. Я бросаюсь к ней и крепко обнимаю. Мне уже безразлично, как это выглядит со стороны. Я просто хочу сейчас быть рядом! Всем привет! Вы на канале Дьюф Плей, и сегодня мы будем продолжать проходить катаваньку, хорошая концовка, ханаконьки. Не забываем пошлепать лайки, написать комментарии, ну и погнали! Стена между нами начинает рушиться, хоть это и сопровождается страшной душевной болью. Ханака, если бы ты только сказала мне... Я была... не права? Конечно ты! Вообще-то нет! Ханака не ошибалась. Трудно заставить себя честно признать это, но я понимаю, что отрицать очевидное бесполезно. Для нас соцелили она была тем, кого мы просто старались оберегать. В моих глазах она предстала в том же свете, что и я для своих друзей. Сломленным человеком. Она мне нравилась, и я, наверное, даже любил её. Но, тем не менее, не вёл себя по отношению к ней есть и соответственно, потому что считал ранимой. Я хочу сказать, что теперь думаю о тебе иначе. После произошедшего на уроке, я забеспокоился и решил, что тебя всеми силами надо защитить. А когда ты заперлась в своей комнате, я испугался. Я счёл, что ты таким образом отвергаешь меня, и это заставило задуматься... много о чём. Я не отвергала тебя! Вдруг с испуганными нотками в голосе неожиданно выкрикивает она. Ей тут же становится стыдно за такую резкую вспышку. Но затем она сжимает кулачки, быстро собираясь с мыслями о том, что хочет мне сказать. Я бы ни за что так не поступила, только не с тобой. Когда я была напугана, когда пыталась оттолкнуть тебя, ты всё равно старался стать ко мне ближе. Я заперлась, потому что было обузой для тебя. Для Лили. Для всех. Каждый день рождения был одинаков. Все делали вид, что я для них имею какое-то значение. Все притворялись, что всё в порядке. Единственный день в году. Я хотела перестать существовать, но мне не позволяли. Даже после встречи с Лили, всё осталось по-прежнему. Я оставалась бесполезной, не способной ничего делать, сделать ни для неё, ни для себя. Я не хотела быть такой в твоих глазах. Мы с Лили были неправы на сто процентов. Судя по её словам, всё, что мы для неё делали, только ухудшало положение. Даже когда мне изредка, как я считал, удавалось поступить правильно, это на самом деле было ошибкой. Когда ты укрылась в своей комнате, я решил разобраться в своём прошлом и определиться с будущим. Я понятия не имел, что думать о потерях, последовавших за переходом в Ямаку, и пытался определиться со всем этим самостоятельно. Я предполагал, что это поможет нам укрепить дружбу. Вновь повисает молчание. Я пытаюсь удерживать взгляд на ней, но не могу. Я чувствую себя подавленным, но несмотря на то, что хочу извиниться, не представляю, как это сделать. Я слышу, как она делает глубокий вдох, и вновь обращаю к ней взор. Лишь, когда слышу, как она опускается на землю. Её плач терзает моё сердце. Я понимаю, что виноват в этом, но никак не могу утешить её. Если Ханака испытывает стыд, то я испытываю его вдвойне... То я испытываю его вдвойне сильнее. По её щекам не перестают... Блять. По её щекам не переставая текут слёзы. Я бросаюсь к ней и крепко обнимаю. Мне уже безразлично, как это выглядит со стороны. Я просто хочу сейчас быть рядом. Боже, на своих пердекалах задолбали ездить туда-сюда. И с закрытым окном хер посидишь-то. Жарко-то. Очень. 27 градусов, блин. В комнате. Прости, Хисао. Я... Всё запутала. Не переживай. Всё в порядке. Это я должен извиняться. За то, что ходил вокруг да около. Мит так тебе ничего и не сказал. Перед глазами всё начинает плыть. И я лишь крепче обнимаю её. Сдерживаться больше не нужно. Несмотря на ком в горле, я должен заставить себя произнести эти слова. Ханако, честно признаюсь, я боялся. Я всерьёз испугался в первые с того дня, как случился сердечный приступ. Хисао? Я столь многое потерял после перевода в Ямаку. Я... Зависел от тебя сильнее, чем думал. Даже сейчас у меня внутри остаётся пустота. Я потерял целую жизнь. Всех, кого знал. И когда понял, что могу потерять и тебя, но ведь я просто бесполезная. Ты моя подруга, Ханако. Ты... Нет, даже больше. Я люблю тебя, Ханако. Я так тебя люблю, что только одна мысль о том, что я могу тебя потерять. Так, это никуда не годится. Я действительно всё это говорю. Сейчас я не в состоянии взглянуть ей в глаза. Хисао, прости. Но я сейчас так счастлива. Я так давно мечтала это услышать. Наконец, рушится последняя плотина, и воздух наполняется звуками её плача. А сама она прижимается ко мне. Мы крепко держим друг друга в объятиях, связанные, как никогда, тесно общим горем и радостью. Я не знаю, что будет дальше, но сейчас мне всё равно. Ни с кем больше на целом свете мы не смогли бы разделить эти чувства и воспоминания. Ни с кем больше. Я сажусь рядом с Ханако, выкинув испачканную в земле банку в корзину возле лавочки. Она убирает платок, который я ей дал, чтобы вытереть слёзы. Хотя он не слишком-то помог. С другой стороны, я тоже вряд ли выгляжу лучше. Мне до сих пор неловко из-за столь бурного проявления эмоций на публике. Хотя, думаю, это было не так уж и плохо. Ханако, наверное, считает так же. Успокоилась немножко. Да, спасибо. Некоторое время мы просто сидим и переводим дух, прежде чем вновь заговорить друг с другом. Нам обоим есть над чем подумать. Погодка в это время года замечательная. Это точно. Я ненадолго закрываю глаза, наслаждаясь теплом солнца и приятно обдувающим лицо прохладным ветерком. Погода и вправду замечательная. Очень-очень. Знаешь, сейчас мне на уроке возвращаться как-то не хочется. А тебе? Закончив вытирать рукавом глаза, она качает головой. Она отвечает слабой улыбкой, напоминающей, насколько та может быть душевной. Улыбаться другим людям может быть вполне привычным, обыденным действием, но вот Ханако... Каждый раз, когда я вижу на ее лице эту редкую, искреннюю улыбку, меня охватывают облегчение и радость. Прости меня за все. Все в порядке. Думаю, нам обоим есть за что друг перед другом извиниться. Я знаю, что чересчур стеснительная. И понимаю, что ты не хотел бы видеть меня такой, но не думаю, что смогу. Ты сможешь измениться, Ханако. Я уверен в этом, потому что ты уже изменилась за время нашего знакомства. Сказать по правде, одно уже то, что мы вот так вот сидим и разговариваем, показывает, как сильно ты изменилась со дня нашей первой встречи. Но с другими людьми я себя так не могу вести. Да и после окончания школы я не знаю, чем займусь. Уверенность Ханако опять начинает таять. Но теперь я знаю, что могу разговаривать с ней как с равной. Потому что понимаю, что во многом мы похожи. Ты просто дай себе немножко времени и, думаю, сможешь добиться всего, чего пожелаешь. Нет, я даже уверен в этом. Я ведь видел, как ты старалась и верю в тебя. И ты можешь рассчитывать на мою поддержку, когда она тебе понадобится. Но я не могу тебя просить о подобном. Можешь, можешь, потому что я прошу от тебя того же. Я, знаешь ли, переживаю сейчас те же чувства. Это называется любовь. Ханако отвечает улыбкой, а затем я встаю и отряхиваюсь. Вскоре она следует моему примеру. Черт, я проголодался, давай перекусим чего-нибудь вкусненького. Она с готовностью кивает. Ее улыбка, движение, даже атмосфера вокруг нее. Кажется, я впервые вижу ее по-настоящему счастливой. Мы, идя бок о бок, выходим из парка на улицу. Хисао? Да? Я? Я думаю, что, честно говоря, не до конца тебя понимаю. Да и я тебя тоже не понимаю, но мне кажется, подобное в порядке вещей. В наших голосах нет и намека на досаду. Не понимать друг друга нормально. Стены, которые мы возвели вокруг себя, не разрушить за один единственный тень. Но это ничего. День за днем мы научимся понимать друг друга. Думаю, все будет нормально. Ханака, однако, беспрестанно поглядывает то на меня, то на улицу, по которой мы ступаем. О чем-то задумалась? У тебя беспокойный вид. Она сбавляет шаг, а затем и вовсе останавливается. Когда я поворачиваюсь к ней, она, внимательно глядя прямо на меня, делает долгий глубокий вдох. Это выражение на ее лице. Я его уже видел. Всего раз, когда нечаянно удивил ее, придя к ней в комнату. Я мне надо кое-что подарить тебе. Что же, вовсе не обязательно стесняться. Я уже очень, очень давно хотела подарить тебе это, но теперь, когда пришла пора, я так стесняюсь. Не волнуйся, я приму подарок, каким бы он ни был. Она милая и застенчиво улыбается, а затем берет меня за плечо. В таком случае, Хисао, прошу, прийми мой первый подарок. Ханака, она его че, сейчас засосет? Ой, как я угадал-то! А че все-таки довольные вокруг? Не, ну вот миленько, да. И? можно скипнуть титра. Блин, а еще ты думал выпуск будет больше? Да ладно, это прям все? Ладошки, у нас будет еще две концовки рута Ханаки, которые будут в следующие разы. А сегодня на этом все оказывается. Так что, всем спасибо за просмотр и всем пока. пока.